Да, враг не оставляет попыток прорвать линию обороны на Бахмутском направлении. Армия Российской Федерации стягивает свои силы для будущих атак. Эксперты заявляют о 80-тысячной группировке на этом направлении. О стратегическом городе Часавьяр, который ежедневно российские войска превращают в руину, и ситуации на подступах к Лещевке, расскажет и покажет журналистка ТСН Алла Хацановская. Сразу при въезде в город мы встречаем БМП. Бойцы едут на задание. Это Часавьяр, город за 10 километров от Бахмута. Когда-то здесь проживало 14 тысяч человек, но сейчас здесь не осталось ни одного уцелевшего дома. В центре мужчины забивают пленкой выбитые окна в здании городского совета. Добрый день. Добрый день. А вы местные? Да. Это недавно был прилет или какой-то старый? Да нет, это уже давно. Как вы здесь выживаете? Город все время под вражеским огнем. Здесь уже давно нет отопления, водоснабжения и света. Для того, чтобы выжить, местные ставят буржуйки просто в квартирах. Буржуйки видите? В квартирах прямо ставят. Да, в квартирах там. Центр жизни здесь, пункт несокрушимости, где есть возможность согреться, зарядить телефон, есть интернет и телевизор. Сергей здесь работает, говорит, в городе до сих пор остаются приблизительно 800 жителей. В большинстве случаев это люди пожилого возраста. Нам сегодня южные обстреляли. Дома там повреждены. Российские войска стягивают силы на Вахмутском направлении для будущих атак. На данный момент группировка противника состоит из 80 тысяч личного состава. Часовьяр для них – один из ключевых направлений, которые открывают дорогу на Краматорск и Славянск. Военная техника и дотла сжженные деревья, а это значит, что линия фронта уже рядом. Мы около Крещевки, до села буквально несколько километров. Канонада вокруг не замолкает. Александр с топором не просто так. Только что выбежал из окопа, говорит, из-за обледенения примерз миномет. Днем тая бывает. Днем бывает, расстает, а потом вода собирается в плите и нужно проверять каждый раз. Так как в случае боя разное может быть. На этой позиции артиллеристы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» работают из французского миномета. Калибр 120 миллиметров. Их работа – прикрывать нашу пехоту и уничтожать вражескую. Они скапливаются, мы наблюдаем и начинаем по ним работать. Могут бить колонной, могут кучей. Для нас это хорошая цель. Как только мы подходим к миномету, над головами слышно жужжание дрона. Все всматриваются в небо. Из-за сильного тумана ничего не видно. Да, но это надо, потому что стреляли бы. Наводчик Александр времени не теряет, готовит миномет. Оно примерзает. Необходимо немного расшатать. Это мой? Нет. Нет. Это по нам. Французский миномет в сравнении с советским более точный и мобильный. Работает с разными видами снарядов, говорит взводный Алексей. Мы выкрасываем все. Мы используем все, что приезжает. Все летит в сторону врага. Расчет. Выстрел. На пиццтупах. Под Клещеевкой сейчас работают украинские военные. Это французский миномет, и они сейчас пытаются попасть по скоплению вражеской пехоты. Российские войска не покидают попыток возобновить занятые ВСУ позиции в Клещеевке. Но на этом фланге, говорит Алексей, удается удержать на валу врага. Как только отработали, сразу же идем в укрытие. На 120-й, можно так сказать, есть всегда что-то большее, что будет нас дальше искать. Вчера, например, стволка целый день и ночью, днем не пару раз, а так периодически. В блиндаж Игорь, командир миномета, забирает самое ценное – прицел. Для того, чтобы не оставлять на морозе на миномете, чтобы его осколками вдруг где-то прилететь не побило. Пока ждут новую команду к бою, Игорь идет отогревать другой миномет. Оружие всегда должно быть на готове. И так каждое утро.